Выход! Четко десантироваться с БТР, правильно держать оружие, метко прицеливаться. Утятся алтайские лицеисты. В наставниках у 10-11 классников спецназ «Легион». Под свое крыло юных бойцов сотрудники штурмового отделения берут после тщательного отбора. После сборов часть детей отказывается. Морально, психологически и физически дети устают иногда. Можно сказать, что дети проживают на сборах, как в армии. То есть также график у них, подъем-отбой и в течение дня занятий. Тактика специальная, физическая подготовка, огневая подготовка с пневматических винтовок. Защита от ножа и пистолета. Без приемов самообороны никуда. У военно-патриотического класса занятия несколько раз в месяц. Совершенствовать навыки ученикам помогает спецназовец Сергей Капанчук. Благодаря его работе маленькие бойцы становятся лучшими из лучших. Так, осенью прошлого года подшифные отделы специального назначения прошли испытания на право ношения оливкового берета. Так, алтайская лицеистка Юлия Кузнецова первая преодолела марш-бросок на 12 километров. Подготовка изначально была сложной. Перед оливковым беретом сдаются еще нормативы вступительные. Ну и само состояние лежать в такую огромную дистанцию с автоматом, в каске, еще и катиться кубарем с горы – это физически и морально тяжело. У таких детей свободное время на вес золота. Зато не прогулки с друзьями в будущем принесут плоды, рассказывают наставники бойцов. Приходя в армию молодым солдатам, тебя видят, как ты себя ведешь, что ты знаешь. Тебя сразу же в течение месяца назначают командиром отделения. Все парни, кто уходит в армию, с ними общаемся, все равно поддерживаем отношения. Они всегда говорят, мы приходим, мы как в детский садик уже приходим, то бишь мы уже готовы. Учеников военно-патриотического класса готовят на службу в Министерство обороны. А если кто-то мечтает попасть в ряды штурмового отделения, таким выносливым детям двери в спецназ всегда открыты. Валентина Аскерова, День с толком.